Друзья, приветствую всех снова на своём канале. Огромное спасибо, что продолжаете меня смотреть дальше. Мне действительно очень приятно, что я кому-то всё ещё интересен. Я надеюсь, что именно ни слова срыв спровоцировало вас перейти. Хотя, без разницы. Мы сегодня обо всём поговорим. Я вам признаюсь, я надеюсь, что качество... Я записываю, потому что сейчас не с телефона, тут камера покачественнее. Я записываю с вебки. Почему я прервал недрача? Этому нету отмазки. Это просто слабая сила воли и животные инстинкты. То есть я сам человек, который всех мотивировал. Я вот даже записал вам признание на улице. Смотрите, кто там сзади, кстати. Барни. Он смотрит на меня. Да. Я записал, короче, признание, но решил его не выкладывать, потому что посчитал недостаточно искренним его. Если бы я сейчас был заряженным тестостероном чуваком, то я бы слишком чесвешно с вами общался. То есть я бы быковал в камеру и говорил, типа, вы чё? Кого волнует, сорвался я или нет? Я машина, типа. Идите нафиг. Ну, вы сами знаете, что во время даже долгого воздержания либо тренировок тестостером повышается. Ты более боевой. И, короче, быкуешь иногда не по делу. Сейчас у меня средний гормональный фон, но вчера я настолько был в хреновом состоянии, друзья, что вот, короче, у меня кровать там, а тут стол. На столе кофе. И мне даже лень, у меня так сильно болела голова от запойного срыва, что я не мог встать и выпить этот кофе до конца. Я не мог не то, чтобы записать какое-нибудь видео, как сейчас, либо же потренироваться. Я просто не мог, кстати, попить кофе. Еще у меня проблемы с физикой, со здоровьем. Я не знаю, как так получилось. Я вам сейчас покажу. Вот видите эту коробку? Тут была надпись, я ее убрал. Это, короче, проект CrazyBalk. Есть такая фирма. Я вам настоятельно не рекомендую покупать всю продукцию от этого издателя. Потому что, если вы не хотите срать кровью, как я, по пять раз в день, в прямом смысле этого слова, ни в коем случае не покупайте эти лекарства. Я похудел на 3-4 килограмма, но не из-за этих таблеток. Когда я их принимал, у меня не было никакого смены именно в весовой категории. То есть я после того, как перестал их принимать, смотрю, что из меня просто выходит кровь. А причины этому нет. То есть я должен буду идти ко врачу в другой город, чтобы узнать, что с моим здоровьем. Еще я начал вырывать по утрам. Я не знаю, это, наверное, со срывами тоже как-то связано, но у меня такого раньше не было. Я стал меньше есть, я перестал на определенное время кушать мясо. Начал пытаться повышать, ну это уже отдельная тема, свои вибрации. И сейчас активно занят построением своего будущего. Планнинг. Планнинг, на французском это называется. Большинству, наверное, интересна тема моего срыва, потому что люди любят наблюдать за другими, как им плохо. Ну это подсознательно так происходит. Даже я, смотря на других чуваков, видя, как они сорвались, сам себе говорил, что фух, я красавчик. Типа даже если я сорвался, я вижу, что ни одного мне плохо. Многие из нас нарушили этот ноябрь. Многие. И некоторые впали в большой запой. Не только я. То есть, да, я как человек, который записывает видосы, мотивирует, вдвойне виноват. Не только перед собой, но еще и перед вами. Потому что я так себе уже запрограммировал. Хотя многие скажут, Амит, это твое дело, забей на всех, никого не слушай. Я так не могу, я человек открытый. Комментарии у меня тоже открытые. Вы можете писать все свое мнение, которое думаете. Просто, ну, так вот получилось. Даже от того, что я вот хожу в туалет, вот как я вам уже и сказал, не самым лучшим образом, у меня в качалке начались тоже проблемы. То есть, раньше, если я брал тяжелые веса, я не люблю работать с легкими весами. Я люблю именно что-нибудь потяжелее, как зверь, чтобы в голову ударил тестостерон. От этого, видимо, у меня и объем был, да. А сейчас я вижу, что от этого начинает болеть голова, потому что очень много ресурсов организм теряет. Я только там выпью кофе, что-то поел, сразу бегу в туалет. Я не понимаю, что происходит с моим организмом. Я весил 70 килограмм, когда вы видели мой второй подбородок. Сейчас борода его прячет. Вы видели мое пузо. Сейчас 3-4 килограмма просто ушлят меня. Но это нездоровая потеря килограммов. Это именно что-то не так с пищеварением. Поэтому я буду проверяться у гастролога. Сканер, не сканер. Просто узнаю, в чем дело. Это физические проблемы. Есть моральные. То есть то, что меня парит. То есть не только у вас есть проблемы, чтобы вы понимали. Я просто о них не люблю говорить вслух, чтобы не грузить вас какими-то негативными мыслями. Чтобы вы просто ловили от меня мотивацию, на позитивном вайбе двигались дальше. Поэтому за меня не беспокойтесь. Я найду решение. Как вы видите, я уже не первый раз пытаюсь зайти на какой-то долгосрочный церебрад. Не всегда успешно получается. Срывы происходят. Я о них говорю вслух. Мне ничего... Просто это неправильно. Знаете почему? Я вам объясню. Представьте, человек героиновый наркоман. Он побеждает свою зависимость, как ему кажется. Но при этом он говорит, что я уже месяц как без героина. Либо я там несколько недель без героина. И зайдите в комментарии под мои видео. То же самое чуваки пишут. Я месяц уже как на воздержании. Какой смысл? Когда я воздерживался действительно в долгосрочной перспективе, я не считал дни. То есть я просто запрограммировал себя на то, что мне плевать на полюции, мне плевать на все. Я главное не буду смотреть и не буду делать вот такие вот движения своей рукой. И как вы видите, получилось в долгосрочной перспективе достаточно-таки 4 месяца. А без полюции, видимо от того, что может быть я еще не ел мясо, как-то это влияет, 2 месяца. Я не перестану гордиться этими сроками, потому что у меня очень возвышенная либидо. То есть я... Чуть-чуть наполняет меня, у меня дикое желание. У вас, я думаю, тоже у некоторых так, когда хочется. Но спустя буквально, я думаю, месяца полтора это желание проходит. Просто может быть психологическая ломка, психическое давление, и под влиянием стресса ты можешь себя опустошить. Но именно семя, тестостерон, самый такой тяжелый рубеж, это 2 недели, 3 недели. Потом тебя отпускает, потому что семя перестает вырабатываться, идет накопительная духовная энергия. Я вроде бы не хочу сильно слишком возгрузить. Я не знаю, выпущу ли я вообще этот видос или нет на свой канал, потому что не хочется давать отчет, понимаете. Люди... Вы должны заниматься своей жизнью, прокачивать себя. Сорвался МИД, не сорвался МИД, сорвался какой-нибудь другой блогер. Какая разница? Происходит такие вот падения. Не все любят показывать это, просто так как я человек искренний и кому-то это может быть интересно, я уже в комментариях видел. Просто займитесь своей жизнью, прокачивайте себя и все у вас будет отлично. Я вам это гарантирую, если вы будете жить максимально... Как это вам объяснить? Не то чтобы в розовых очках, но нужно позитивно себя программировать и не реагировать на какие-то триггеры. Это вам поможет не сорваться.